Двойной праздник отмечает прокурор Республики Крым Наталья Поклонская. Судей рождения и начало новой жизни полуострова. Но в отличие от большинства крымчан, сегодня у нее не выходной. Вместо привычной торжественной суеты она решила пообщаться с крымскими и московскими журналистами. Какие вопросы обсуждали на встрече, знает Юлия Козырь. Сегодня на ней не строгий мундир, а элегантное платье. Прокуроры Республики Крым празднуют свой день рождения. Будьте здоровы и счастливы. И удачи вам в работе на благо Крыма и России. Спасибо большое. Для Натальи Поклонской в этот день двойной праздник. Вместе с ней свой день рождения празднуют и два новых субъекта Российской Федерации. С 18 марта 2014 года начался новый этап празднования день рождения моего. С этого периода времени, конечно же, 18 марта, день рождения, насыщен совершенно новыми эмоциями, совершенно новыми чувствами, чувствами гордости, счастья. Но, несмотря на праздничный день, прокурор решила все же говорить о работе и самых резонансных делах. Пожалуй, самая обсуждаемая тема – конфликт с Олегом Зубковым. По стечению обстоятельств именно сегодня в одном из московских судов рассматривается иск владельца зоопарков Натальи Поклонской, в котором он требует возмещения морального ущерба. Его он оценил в один миллион рублей. В свою очередь прокурор настаивает, что никаких личных оскорблений не наносила ему, а просто выполняла свои должностные обязанности, реагировала на обращения граждан. Поверьте, прокуратуре Республики Крым есть чем заняться. Вот на что направлены наши действия, действия прокуратуры Республики. Чтобы он, директор этих зоопарков, привел все в соответствии с требованиями федерального законодательства. Чтобы детки, которые посещают зоопарк «Сказка», парк «Тайган», где находятся дикие животные, тигры, львы, чтобы они были в безопасных условиях. Еще один судебный процесс, который находится под личным контролем Натальи Поклонской – дело о запрете Меджилиса. Как уверяет прокурор, эта организация, кроме разжигания межнациональной вражды и преследования собственных популистских целей, ничем не занималась. Но главное – не помогала собственному народу. По результатам выездов и общения с людьми, это бабушка 41-го года рождения, которая справку о реабилитации не может два года получить. Дедушки, тоже самое, там, 38-го года рождения, которые живут на протяжении свыше 20 лет без электричества, без воды, без канализации. И никто из представителей Меджилиса к ним никогда не приезжал. Пообещала Наталья Поклонская довести до конца процесс возмещения ущерба от энергоблокады Крыма Ислямовым, Чубаровым и Джимилевым. Сейчас рассматриваются все механизмы взыскания почти двух миллиардов рублей. Юлия Козырьев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.